Всем привет! JASPARK это краудсорсинговый конкурс по созданию контента, направленный на снижение стигмы вокруг тестирования на ВИЧ. Вы можете узнать всю информацию в соцсетях или на сайте. И не тяните сроки до 1 марта. Теперь к теме видео. Как загрузить работу на конкурс? Заходим на сайт jaspark.grk.org или по QR-у. Пролистываем страницу до низа, открываем пункт номер 8. Загрузка конкурсных работ и жмем на кнопку «Загрузить работу». Дальше открывается форма загрузки работ. Принимаем условия участия в конкурсе. Выбираем тип подачи заявки. В индивидуальном все то же самое, что и в групповом, только короче. Поэтому будем рассматривать групповую заявку. Указываем сколько человек в вашей группе. Например, трое. Указываем ваши личные данные, чтобы мы могли с вами связаться. Имя, фамилия, ваш возраст, место проживания. Здесь указываем страну и город. Номер телефона и электронную почту. Укажите, есть ли в вашей работе элементы, идентифицирующие вас или других людей. Например, изображение, видео или голос. Укажите, есть ли среди людей, участвующих в создании вашего контента, лица моложе 18 лет. Укажите ваше имя и фамилию и подпишитесь под информацией, которую вы указали ранее. Подпись можно написать мышкой, если вы загружаете материал с компьютера, либо пальцем или стилусом, если загружаете со смартфона или планшета. Дальше подпишитесь, чтобы подтвердить, что вы не против дальнейшего использования контента, который вы сдаете на конкурс. Так как если ваша работа будет достаточно хороша, то будет полезно использовать ее в будущем для снижения стигмы вопросов, связанных с ВИЧ. Если в вашей работе участвуют люди моложе 18 лет, нужно указать их имена и фамилии, а также дату, когда вы взяли разрешение у их родителей. Если человек несколько, то написать через запятую. Подпись подтверждает, что вы взяли разрешение на их участие и родители не против. Укажите тип контента, который вы загружаете, чтобы жюри быстрее и понятнее было оценивать, а также напишите название вашей работы. Правильное название материала помогает заранее правильно настроить человека перед просмотром. Только, пожалуйста, не надо кликбейтов. Все работы в любом случае посмотрят и оценят, поэтому излишне неправильно пытаться привлечь к себе внимание не обязательно. Дальше загружайте работу. Максимальный размер файла 95 мегабайт. Если вдруг ваш контент никак не помещается в 95 мегабайт, а он должен быть именно таким и никаким иначе, можете разделить его на несколько частей. Каждый файл загружается по отдельности. И последнее – это комментарий. Здесь вы можете написать все заметки, на которые, как вам кажется, мы должны обратить внимание или еще что-то на ваше усмотрение. Но этот пункт не обязателен. По окончанию вы можете скачать свою форму подачи контента в виде PDF-файла, чтобы он оставался у вас. Посмотрите, ничего ли вы не забыли загрузить или указать. Спасибо за внимание. Будем рады видеть ваши работы.